Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня и самое время поговорить о подкормках, потому что у нас вот сейчас с 10 июня в нашем сибирском регионе нам можно высаживать томаты в открытый грунт. Вот я уже какую-то часть высадила в открытый грунт, какую-то не высадила. И как только люди высаживают томаты в открытый грунт, сразу возникает вопрос. Вопрос о подкормках. Когда подкармливать? Сколько подкармливать? Но это вот сейчас будет видеообщее, это касается и для теплицы, и для открытого грунта, потому что мы все делаем по одной и той же схеме, только в теплице это раньше все происходит, а в открытом грунте на 2-3 недели позже. Я уже говорила, что подкормки у всех будут разные. Нет одного такого золотого рецепта. Вот начинающие огородники мечтают, конечно, открыть интернет, послушать какого-то одного автора огородника, который скажет, вот это рецепт подкормки и будете с урожаем. Такого не бывает. У каждого свой грунт разный. У каждого, каждый заправляет свою лунку по-разному. Кто-то добавляет одно, кто-то добавляет другое. У каждого разное состояние рассады, которое мы высаживаем в открытый грунт. И вот в предыдущих видеороликах я постаралась вам уже объяснить, что даже в одном огороде подкормки могут быть разные. Если вы высадили хорошую, здоровую, сильную рассаду, возможно, вам какой-то подкормки, вы перешагнете через нее. А если хиленькая и слабенькая, то ей будет нужна дополнительная подкормка. Но есть все равно общие такие сведения, как шаблон, стандарт. Сколько нужно подкормок для томатов за весь сезон? Что теплица, что открытый грунт, все равно. И вот, если вы почитаете много статей на разных сайтах, может быть, какие-то печатные издания, то вы все равно выберете для себя один из стандартов. Почти везде все сходятся. Профессионалы, вот эти специалисты, что достаточно пяти основных подкормок за сезон для томатов. Пять. И они все распределены по фазам. Я уже говорила, по фазам развития. Например, первый у молодой, я сейчас расскажу подробнее. Но кроме этих пяти основных, могут быть дополнительные, которые не обязательные, но многие, которые делают. Это, например, опрыскивание эпином, опрыскивание микроэлементами, опрыскивание борной кислотой. Потом, ну вот эти все, которые такие, как бы, стимулирующие, вспомогательные, без которых можно обойтись и которые можно вообще не делать, но огородники, которые заботливые, которые хотят именно поухаживать за своими растениями, я говорю, что это как десерт, могут дать им и эти. Потому что, согласитесь, можно ведь вырастить при хороших условиях и без борного опрыскивания. А, еще опрыскивание энтарной кислотой многие практикуют. Можно вырастить и без опрыскивания микроэлементами. Многие же не делают это. Все равно урожай получается. Это на, как сказать, на ваше, как, на ваше желание. Хотите, будете делать, хотите, нет. Но вот пять подкормок, которые считаются основными, их все-таки рекомендуют делать. И первую подкормку, все рекомендации, это через 10-15 дней после высадки. То есть высадили мы томаты. Вот сейчас в открытый грунт, например, кто 10-го высаживал у нас в Сибири, Это значит, 20-го июня, 20-го, 25-го, 30-го, они должны сделать только первую подкормку. И первая подкормка, она опять же будет у всех разная. Это зависит от того, чем вы заправляли лунку. Если вы заправляли при высадке лунку фосфор, азот и калий добавляли, или в виде органики, или в виде минеральных удобрений, значит вы эту подкормку можете перешагнуть. Но тот, кто не делал заправку лунки, вот этими удобрениями, все-таки нужно делать. Я не буду перечислять все удобрения, которые можно. Вы понимаете, что можно любым комплексным удобрением. Можно собрать самому суперфосфат, там серонокислый калий, добавить азота содержащего. Это не важно. Главное, что первая подкормка через 10-20 дней после высадки. И следующие у нас пошли. После первой подкормки, примерно через 2 недели, мы делаем еще одну подкормку. Но это, опять же, кто-то делает, кто-то не делает. Некоторые через нее перешагивают. Это то же самое. Кто-то подкармливает нитрофосфой, кто-то суперфосфат. Но знаете просто, что чаще, чем через полмесяца, после первой, не нужно вторую делать. Это у нас была вторая. Третья уже во время цветения. А, я еще забыла. Вот когда вторую подкормку делаете, тут уже каждый человек смотрит, нужен нам азот или нет. И если у вас состояние рассада, даже первая и вторая подкормка, если у вас состояние рассада было здоровое, они были такие пыши, здоровьем, то азот исключайте. Вот третья, во время цветения, ее делают почти все. Ее делают почти все, потому что все знают, без фосфора и калия, вот это вот плодообразование, завязывание плодов, оно будет намного хуже, снижается урожайность. Третья подкормка, это для повышения количества завязей, для урожайности. Четвертая, когда уже наступает завязывание плодов, это опять же у нас фосфор, калий, все одно и то же. Короче, весной азот может быть, а вот эти вторые, третьи и четвертые подкормки, азот уже исключается. Дошли до четвертой мы, когда завязывание плодов. И пятое, во время плодоношения. Во время плодоношения там уже добавляют к фосфору, калию, бор, добавляют йод некоторые. Но это, я не буду давать всех вот этих перечислений, кто-то готовыми пользуется. Есть вот томатон, готовое удобрение, именно вот в это время. Есть еще какие-то другие. Просто вы должны запомнить, что вот когда вот эти плоды наливаются, это у нас последняя подкормка. Все. Вот этого за весь сезон достаточно. Пять подкормок в состоянии сделать даже работающий, даже занятый огородник. А, конечно, пенсионеры, вот такие, как я, кто большее время проводит, ну, почти весь день с растениями, тут можно делать опрыскивание микроэлементами. И вот между этими подкормками, они идут же через 15 дней, там, через 20 дней. В перерывах между ними можно делать вот эти различные витаминные опрыскивания микроэлементами. И еще, когда вы будете делать подкормки, если у вас нужда их, есть в них, то все рекомендуют специалисты чередовать все-таки минеральные удобрения с органическими. То есть, что-то мы добавили, вот то, что купили в магазине в пачке, что-то нужно самим вот какие-то вот эти вот органики делать, приготавливать. И еще, если у вас почва плодородная, если вы, например, с осени при перекопке почвы добавляете все необходимые вот эти микроэлементы, то вы вполне можете вырастить урожай без подкормок. Вот я, подкормки мне делать очень сложно, потому что большое количество кустов, капельного полива в огороде нет. И представляете, каждую луночку нужно добавлять. Я нашла выход, но этот выход всем не подойдет, потому что это очень продаемко. Я добавляю свежую землю ежегодно, сразу добавляю перегной ежегодно, сразу добавляю туда золу ежегодно. В этом году у меня проблема золокончилась. И вот при добавке вот этих вот, если добавлять свежую землю, можно вообще целый год обойтись без подкормок. Это уже испытано на себе. Вот в этом году у меня зола закончилась. Обычно я вместо фосфора и калия просто добавляла золу. Иногда бывает, этого хватает, но зола не всем подходит, у всех грунты разные. Но я говорила сейчас только о количестве, сколько нужно подкормок. 5 основных и между ними можно 5, 6, 7 вот этих различных опрыскиваний, которые вред не приносят. Обычно, если вы борное опрыскивание применяете 3 раза, ну и еще 3 раза микроэлементами можете опрыскивать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это тема, сколько подкормок нужно за сезон. Не так уж и много. Продолжение следует...